Я приветствую всех. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, что вы меня видите, слышите и будем начинать. Я смотрю, что у нас уже успели все собраться, поздороваться друг с другом. Все, пошли первые плюсики, а значит, мы с вами начинаем. Ну что ж, друзья, прошлая неделя у нас была очень активной, как и будущая неделя. В начале вебинара я бы хотела поговорить с вами о том, что у нас появилось нового на сайте и что еще планируется. И еще обновления у нас появятся. На этой неделе у нас были изменения и дополнения не столько на сайте, сколько в, можно сказать, маркетинговом разделе нашего проекта. На этой неделе у нас появились целых два новых видеоролика, о которых вы просили. У нас появился видеоролик с полным обзором маркетинга Boombox. В этом ролике, соответственно, есть и столы, и описание того, что это за маркетинг, как он был придуман и так далее. Этот ролик делал один из партнеров Profitbox, соответственно, для компании, для себя, располагал он на своем YouTube. И вы можете этим роликом пользоваться, отправлять его новичкам, потому что там действительно очень много полезной информации. На этом вебинаре сегодня мы не будем, я не буду включать презентацию, проходить снова по столам, потому что мы это делали уже много раз. Но я знаю, что у нас в компании постоянно присоединяется большое количество новичков. Если новички, у нас есть сейчас на вебинаре, у вас есть какие-то вопросы касаемо маркетинга, вы можете писать их мне в комментариях, можете писать мне их вопросы непосредственно, и я буду на них отвечать. Но именно подробный разбор сегодня мы делать не будем. Мы поговорим с вами о том, о предстарте нашем, о том, как максимально эффективно его завершить. Итак, продолжим. Если будут какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их. Итак, у нас появилось одно видео, в котором есть абсолютно все подробности. Мы изначально от компании не делали видео со столами, мы сделали для вас коротенький рекламный ролик, который вы можете располагать у себя в чатах, на страничках ВКонтакте, в Telegram-ботах, на сайтах, везде, где хотите. Также на этой неделе появился ролик с полным обзором, и еще один видеоролик у нас появился. Так, пишут, звук ужасный. Скорее всего, это что-то у вас с устройством, потому что основные пишут, звук отличный. Я с вами, как всегда, с того же устройства, так что надеюсь, что у большинства все хорошо, у кого плохой звук. Выйдите и зайдите заново. Итак, у нас появился еще один видеоролик, в котором разобрали полностью обзор кабинета. Что есть у нас в кабинете, какие есть фишки вообще в проекте. Потому что, на самом деле, когда вы приглашаете человека в проект, сейчас предстарт, все активно занимаются приглашениями, и многие рассказывают только о том, какой появился классный маркетинг. Но помимо маркетинга в проекте очень важно, чтобы была внутренняя инфраструктура, чтобы было с чем работать, чтобы человеку, когда он зашел, было интересно. И у нас в ProfitBox все устроено именно таким образом. Я обязательно рекомендую каждому, кто недавно присоединился к проекту, или те, кто с нами давно, все равно, на всякий случай, посмотрите новый видеоролик с обзорами кабинетов, что у нас есть, какие фишки. А те, кто еще не пользуется MagicBox, возможно, узнаете о том, что это такое, и что у нас, в принципе, есть в проекте. Это очень важно, друзья, когда вы приглашаете обращать внимание не только на маркетинг, но и, например, на то, что у нас есть школа. То есть многие люди, которые приходят к вам в команду, новички, они вообще, возможно, первый раз в сетевом. Если они первый раз в сетевом, то, конечно, им нужны какие-то базовые знания. У вас, как у лидеров, как у людей, которые приглашают, не всегда, к сожалению, есть время для того, чтобы проводить школу, проводить обучение. Поэтому мы сделали школу для вас. Если есть какие-то вопросы, в каких-то разделах находится и так далее, то тоже можете спрашивать. Итак, помимо того, что у нас появились два таких прекрасных ролика, которые я советую каждому из вас забирать к себе на страничке, в принципе, забирать к себе, располагать во своих рекламных ботах, на сайтах, на страницах, у нас также совсем скоро, буквально сегодня-завтра, появится, наконец-таки, функция. Это для тех, кто уже давно в проекте, кто уже зарабатывает. Мы очень долго просили, чтобы у нас появилась функция, когда вам приходит непосредственно уведомление о бонусе, чтобы вы могли увидеть, откуда пришел этот бонус. Сегодня-завтра появится эта функция. Вот как раз сейчас мне написали, как именно она будет работать. Старались сделать максимально удобную реализацию для вас, потому что на самом деле это достаточно трудно сделать это, потому что для того, чтобы подтягивать вам эту ссылку, нужно высчитывать, в какой матрице, соответственно, произошло закрытие и показывать вам не только бонус, но и давать ссылку. Так как программисты у нас сейчас заняты стартовой версией, то долго делали эту задачу, но все-таки выполнили ее, и совсем скоро бонусы ваших партнеров и ваши собственные бонусы, бонусы партнеров, я имею в виду кураторские, то есть бонусы ваших партнеров также будут приходить вашим партнерам. Вам будут приходить вместе с ссылками на стол, откуда это произошло. То есть вы сможете нажимать на стол, нажимать на ссылочку, которая будет у вас в боте, и, соответственно, переходить. Вижу, что спрашивают, где эти видео. Эти видео есть в инфоканале, приходят в бот, есть также на нашем ютубе, то есть мы, когда у нас появляются какие-то ролики, мы их нигде никогда не прячем, но почему-то все их теряют. Они есть на нашем ютубе, мы их отправляли в чат, также присылали в бота, есть в инфоканале. Подписывайтесь обязательно на все каналы, чтобы всегда быть в курсе. Вот, появится у нас вот такая прекрасная функция для того, чтобы вам легко было отслеживать, где в структуре у вас происходит закрытие, где у вас происходит движение, для того, чтобы вам было удобнее работать. Сейчас она на тестировке, в лучшем случае сегодня, но если что, завтра будем выгружать эту функцию, и в бот будут приходить вам уже расширенные уведомления с вот такой информацией. Далее у нас прошел флешмоб. Так, пишут, где этот инфоканал. Друзья, кто еще не вступил в бота, обязательно вступайте, выбирайте там наши каналы и попадете в инфоканал. Везде постоянно говорим про все группы, про то, как нужно вступить, но, к сожалению, не до всех и не доходит. Вступайте обязательно в бот, где проходит обучение. То же самое, вступайте обязательно в бот, и в боте прямо у нас есть кнопочка «Школа». Вообще у нас есть еще чат с инструкциями, инфочат, где можно найти ответы вообще на все вопросы, которые у вас возникают в школу, можно пройти в боте. Вопросы можете задавать здесь. Мы, в принципе, собрались на вебинаре, чтобы развернуто ответить на все вопросы. Кураторы, к сожалению, не у всех всегда на связи. Поэтому, если есть какие-то вопросы, новички, не стесняйтесь, все расскажем, покажем. Пока по вопросам вроде все, продолжим. На прошлой неделе у нас проходил флешмоб, в соответствии с которым нужно было записать свой видеоотзыв, выставить его в социальную сеть ВКонтакте, скинуть мне и потом получить гарантированный приз. В этом флешмобе, друзья, у нас приняли участие больше 120 человек. Более 120 человек решились, и очень многие записывали видеоотзыв впервые. Вообще, в принципе, впервые записывали видео, выкладывали в свои социальные сети. У многих в социальных сетях даже до этого не стояли там фотографии, или были страницы не до конца оформленные. И хочу сказать вам, друзья, что все, кто решились, все, кто приняли участие, вы просто огромные молодцы. И самое главное в этом флешмобе, который мы провели, это даже не то, что каждый из вас получил гарантированный приз. Это просто бонус. Самое важное в этом флешмобе, который мы провели, что каждый из вас понял, на что он способен. Каждый из вас смог проявиться, записать видеоотзыв, записать себя на видео, выставить себе на страничку. И это очень важно. Я видела, что в чате писали некоторые люди, что хотим, давайте еще какой-нибудь флешмоб, на какое-нибудь стихотворение или еще что-нибудь, мы подумаем, будем ли делать еще какие-то творческие флешмобы. Скорее всего, перед стартом уже не будем. Но, друзья, пока у вас остался такой запал, и вы хотите делать посты, хотите дальше записывать видео, обязательно продолжайте это делать. Потому что сейчас до предстарта остается совсем мало времени. До предстарта остается неделя и сутки. В следующий четверг, друзья, сейчас важная информация по поводу того, когда, как будет проходить предстарт. На следующей неделе, в четверг, примерно в 3 часа дня отключатся покупки. Закроется возможность покупок. И, соответственно, от предстарта мы будем переходить к старту. Поэтому, друзья, остается всего лишь неделя. И эту неделю нужно провести максимально эффективно. И если вы сейчас начали включаться, записывали видеоотзывы, соответственно, решились как-то оформлять свои страницы, выходить в истории, то сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться. Потому что если вы уже начали это делать, вы пересилили себя. Кто-то просто захотел поучаствовать, кто-то захотел получить приз и с помощью этого пересилил себя. Ни в коем случае сейчас не останавливайтесь. Все идеи, которые есть у вас, вот типа там написать стихотворение, написать самый оригинальный пост, дописать видео, не обязательно, чтобы каждая ваша идея была подкреплена каким-то флешмобом, в котором гарантированный приз, какая-то конфетка. Самая лучшая конфетка и самая лучшая награда – это то, что к вам в команду будут приходить партнеры. Поэтому сейчас сделайте максимальный акцент на ведении своих социальных сетей. Выкладывайте чаще истории, делайте посты, проводите прямые эфиры. Если вам уже не так страшно после того, как вы записали видео, хотя бы на 5 минут зайдите и проведите прямой эфир. Когда вы зайдете в эфир, к вам начнут подключаться люди, у людей будут возникать какие-то вопросы. Не бойтесь, что вам не о чем будет на эфире говорить полчаса. Например, я вышла к вам, и мне пишут кучу вопросов, и, соответственно, я понимаю, что помимо времени, которое я запланировала, на то, чтобы рассказать вам новости, на то, чтобы рассказать вам о том, сколько у нас осталось до предстарта, замотивировать вас, еще будет, соответственно, выделено временный вопрос. Поэтому не бойтесь выходить в прямые эфиры, не бойтесь общаться с людьми. Когда человек видит вас и видит, как вы проявляетесь, ему проявляетесь в каком плане? Что он видит вашу подачу, он видит, как вы разговариваете, он видит, насколько вы уверены в проекте. ему будет легче к вам присоединиться. Когда человек заходит на страницу, у которой там нет фотографии, стоит какое-то непонятное имя, то вряд ли человек захочет за вами пойти. Обязательно, те, кто не смотрели школу, там буквально 4 коротеньких урока, там тоже есть о соцсетях, о том, как приглашать. Если сейчас у вас стоит вопрос, как приглашать, как расширить команду на предстарте, обязательно посмотрите школу и включайтесь в эту работу. Дальше, давайте посмотрим, какие еще писали вопросы. Выйти на камеру не каждый может, я вот смогла, а другие, может, не могут. Друзья, те, кто у многих людей, у большинства людей, 90% людей, которые здесь находятся, могут. То есть, если человек не может по причине какой-то болезни или что-то еще, это одно дело. Но когда человек не может просто потому, что он боится, это совсем другое дело. Страшно в этой жизни делать абсолютно все. У каждого человека есть страхи. Первый раз все делать страшно. Заходить в чат со всеми там здороваться. Когда-то в первый раз, может быть, вам тоже было страшно. Заходить вообще в матричный пайрек тоже было страшно. Первое приглашение даже топ-лидеру тоже когда-то было страшно. Вообще очень много в жизни страшных вещей. Но если не идти в эти страхи, то, соответственно, не будет никакого роста. Где страх, там всегда рост. Вот если вы сейчас находитесь на какой-то стадии, что, например, у вас завис доход, вы никак не можете получать больше, или вам катастрофически не хватает денег, и вы не знаете, что вам в жизни сделать такого, чтобы, соответственно, она улучшилась, идите в свои страхи. Если вы боитесь приглашать, вам обязательно нужно это делать. Потому что там, где этот страх, там же будет рост. Если вы приглашаете, у вас чуть-чуть получается, но вы думаете про себя подсознательно, что, ой, наверное, было бы здорово, чтобы я там еще эфиры проводила, чтобы я видео какие-то записывала. Но мне страшно, я не буду этого делать. Вы думаете, мне когда-то на первый вебинар было не страшно выходить? Страшно. И первый год потом тоже было выходить страшно. Но я понимала, что без этого никуда. И каждый раз страшно. Брать на себя ответственность за работу, там, с программистами и все остальное, это тоже страшно. Но если вы не будете брать на себя ответственность, не будете совершать новые действия, то, соответственно, не будет никаких успехов. Поэтому те, кто могут записывать видео, но единственное, что останавливает, это страх. А страх это все, что, например, я не могу записать, у меня там дома постоянно шумят дети, я там не могу записать, у меня там плохое качество камер, я не могу записать, у меня там плохой интернет. Это все отмазки. Это все просто страшно. Если вы очень захотите, вот сейчас даже у нас на флешмобе была, ну, на самом деле, минимальная мотивация. То есть вы получали за видео, которое записали, гарантированный приз 500 рублей. Это не так много. Но многие решили сделать это первый раз, потому что была вот эта маленькая мотивация, понятная, 500 рублей. Но каждый из вас должен понять, что потенциально все ваши вот эти действия, которые вам сейчас страшны, принесут вам намного больше, чем эти 500 рублей, которые вы выиграли в флешмобе. Если вы будете больше записывать видео, больше выставлять, больше приглашать, то это намного больше, чем 500 рублей, которые вы выиграли. Дальше. Будет ли биржа обмена P2P на платформе? Нет, биржи обмена не будет, потому что это очень сложный технический функционал. И помимо того, что он сложный технически, им не каждый человек еще сможет пользоваться. Не каждый человек из нашей аудитории в маточной аудитории. Я работаю уже больше двух лет. И я понимаю, что здесь не настолько четкая дисциплина, как, например, когда P2P-биржа, то есть меняют на гарантекс и так далее. И там, соответственно, люди прямо сидят. Нужно... Как вообще происходит P2P-сделка? То есть выставляет человек сделку, другой должен ее быстро подхватить. В течение, там, пяти минут все должно разрешиться, иначе деньги будут замораживаться и так далее. Это будет очень много не только технических заморочек при создании, но и технических заморочек в дальнейшем. Потому что у людей будут возникать вопросы, все равно будут пытаться вклиниться туда мошенники и так далее. То есть, может быть, абсолютно... Могут возникать абсолютно разные ситуации. Вот, поэтому P2P-биржу пока делать мы не планируем. И сегодня возникала тема в чате о том, что вот там в чате ВВ бывают мошенники. Но, друзья, специально для того, чтобы вы не сталкивались с мошенниками, в чате ВВ есть наш прекрасный гарант Владимир. Кто-то мне сказал, что 1% за сделку – это не ноль. 1% – это не ноль, но 1% – это безопасность. 1% – это та плата, которую вы вносите за безопасность своей сделки. С 1000 рублей – это 10 рублей. Когда вы заработали 1000 рублей, неужели вы не можете 10 рублей выделить на то, чтобы ваша сделка прошла безопасно? В нашей жизни мы платим за столько вещей, которые нам в какие-то моменты могут пригодиться, а могут не пригодиться. Та же самая, как сегодня в чате я приводила пример – страховка на автомобиль. Каждый год вы делаете эту страховку, но вы же не каждый год ей пользуетесь. То есть, кто-то, может быть, вообще за всю жизнь ей не воспользуется. Сколько я делала этих страховок на протяжении 4 лет, ни разу я ей не воспользовалась. Но в следующем году я буду делать ее снова. И то же самое абсолютно с этим 1%. Если вы хотите, чтобы ваша сделка была безопасной, пользуйтесь услугами гаранта. Когда делают сделки с гарантом, никогда еще не было такого, чтобы кого-то как-то обманули или что-то пошло не так. Не жалейте эти 10 рублей с 1000. И все будет прекрасно. Вот, Оксана пишет, что помнит свой первый эфир. Да, Оксана, я тоже помню наш первый эфир. И очень много людей тогда впервые выходили в эфир. И вот можно же поделиться здесь в чате с людьми, насколько легче потом стало, в принципе, работать. То есть каждый раз, когда вы как-то перебарываете себя, делаете новые действия, потом становится намного легче и проще. Каждый раз, когда вы совершаете новые действия, которые вначале страшны, то потом вам становится проще. Когда вы выходите, записываете видео, потом уже кажется, что, ой, да на самом деле приглашать, это вроде бы уже и не так сложно, как мне казалось раньше. Вот видео, это да, это как бы страшновато, но я уже на это решился. А вот тут смс-ки написать, что в этом такого? Поэтому обязательно решайтесь на новые действия. Также, друзья, напоминаю, что у нас продолжается розыгрыш. В день старта у нас будет определено 10 победителей. По тысяче рублей нужно сделать пост, поставить в нем хэштег. Этот пост у нас есть в канале «Инфо». Там можете прочитать информацию, что нужно выставить. Там нужно сделать пост с нашим официальным видео, которое мы делали по бумбоксу. С этим видео, с хэштегом можете еще дописать какой-то текст по желанию. Участвуйте тоже в этом розыгрыше, те, кто их любит. Также, что касается розыгрышей, бумбокс будет добавлен у нас в Lucky Start, думаю, примерно через 4-5 дней после старта. То есть вначале у нас пройдет старт, расстановка. Расстановка у нас займет примерно около суток. То есть в четверг в 15.00 сайт будет выключен, будут закрыты покупки, начнется расстановка. Закроются покупки. И потом, соответственно, включится сайт. Вы сможете заходить, сможете просматривать, искать у себя цепочки. Я напомню, что какие функции у нас, в принципе, будут. У нас будет функция как по типу телескопа, там будет такая лупа, нажав на которую, фонарик там будет, нажав на которую, вы сможете смотреть, в какой стол дальше уйдет ваше место, если вы сейчас его закроете. Клоны будут ставиться автоматически, но также будет возможность точечной покупки. И, соответственно, для того, чтобы вы понимали, куда вам точно лучше покупать, там будет такой инструментик, нажимая на который, вы будете понимать, куда в следующем столе будет переходить вот эта закрытая матрица. Вот, будет такой инструмент. Также там еще будет глаз, нажав на который, вы сможете понять, если ваш партнер купит сейчас место, куда он, соответственно, встанет. Все функции, о которых вы нас спросили, мы постарались максимально воплотить в жизнь, для того, чтобы вам было легче и комфортнее работать. Напомните, пожалуйста, если я в Гумбок зайду в первый стол, а партнер в шестой, я получу кураторский с его шестого стола. Если вы будете находиться в одном уровне, то кураторский, да, вы получите. Кабинеты будут на тех работах. Да, кабинеты будут на тех работах, потому что расстановка занимает время, и в расстановке всегда для того, чтобы перестраховаться, если вдруг какой-то баг или что-то еще, чтобы система записалась, запомнилась, вот, и если что, могли все подправить. Поэтому всегда, когда идет расстановка, мы уходим на технические работы для того, чтобы в первую очередь это было безопасно. До старта, друзья, у нас остается совсем мало времени. И по своему сетевому опыту могу вам сказать, что последняя неделя, она реально самая активная, самая активная. Потому что я думаю, вы сейчас даже заметите, буквально через пару дней, как каждый день кратно начнут расти покупки столов. Почему так происходит? Потому что в последнюю неделю, в последние дни всегда включается ажиотаж, что люди включаются, даже те, кто там хотели подумать, посмотреть, они включаются в работу, потому что понимают, что совсем скоро, совсем скоро начнется старт. Поэтому сейчас самое эффективное время, чтобы включиться в работу. Возможно, вам кажется, что кто-то, возможно, уже устал, думаю, до предстарт, уже бы скорее запуститься. А кто-то, наоборот, все это время боялся и думал, ну, я вот сейчас включусь, вот сейчас еще немножечко, и все получится. Вот сейчас прям то время, в которое нужно включаться. Потому что потом будет уже слишком поздно. Сейчас у нас среда, середина недели. Я советую каждому, кто еще не успел включиться, кто еще не успел начать там работать, или кто работает, но уже устал. Вот те, кто устали, денечко отдохните, и снова в бой. Те, кто еще не приступали, обязательно посмотрите школу. Если вы уже ее смотрели, пересмотрите, чтобы зарядиться мотивацией, чтобы вспомнить алгоритмы, как нужно делать, как нужно делать правильно, как делать, чтобы было проще. Пересмотрите ее и обязательно врывайтесь в бой. Потому что последняя неделя даже вам, в принципе, легче будет звать людей. Потому что когда вы звали человека и говорили ему, что, допустим, там предстарт будет еще через две недели, три недели, человек думал, что, ой, у меня есть время подумать, как бы если вы еще новичок, и вы, соответственно, не до конца доносите ценность, человек не понимает, зачем заходить прямо сейчас, то сейчас у вас то время, когда каждый человек, у него уже не будет оставаться времени на раздумье. То есть вы ему будете говорить, что вот сейчас, прямо сейчас нужно заходить, чтобы успеть закупиться внутрянкой, купить места и все, спокойненько сидеть, ждать. Поэтому сейчас просто самое золотое время, чтобы приглашать. Всегда за последнюю неделю, по статистике, которую мы подводили, за последнюю неделю покупают мест чуть ли не столько же, как за весь предстарт. Ну, может быть, одну третью, но всегда очень много. Потому что на последней неделе люди просыпаются. Мы вообще люди такие существа, которые очень любят откладывать все на последнее. Напоследок, что вот там в конце я включусь, поделаю, поработаю. Но некоторые, к сожалению, так и не включаются. Вот сейчас самое время, чтобы включиться. Потому что, друзья, Илья об этом говорил уже на своих эфирах, но я повторюсь, также мы подбивали статистику по Profitbox. И когда мы запускались, у нас было примерно 5-6 тысяч. Сейчас 20 тысяч. И не все, не только в Boombox заходили вот эти новые регистрации на 20 тысяч. Очень многие заходили именно в Profitbox. Почему это происходило? Почему заходили после старта? Потому что Profitbox – проект новый. Не каждый человек доверяет. То есть кто-то хочет посмотреть, проверить, как будет работать. Не каждый знает нас как админов, что мы работаем уже на протяжении многих лет. И, соответственно, что мы работаем честно. И многие люди заходят постфактум. Заходят, когда видят ваши результаты. Они заходят сейчас, допустим, в чат, подписываются на отзывы, подписываются на чеки и наблюдают. Многие даже не подписываются под какого-то куратора, не пополняют кабинет. Они просто наблюдают. Им интересно посмотреть, как сейчас все будет разворачиваться. И когда они видят, что люди получают чеки, что работает вывод, что пишут хорошие отзывы, тогда люди начинают регистрироваться и включаться. У нас в Profitbox после старта зашло гораздо больше людей, чем на предстарте. И почему важно каждому из вас включиться сейчас? Потому что все те люди, которые будут заходить после, они будут заходить к тем, кто включится сейчас. К тем, у кого вот эти классные результаты. Мне как-то недавно Илья пересылал чьи-то сообщения, где говорили о том, что вот там зашел человек, зарегистрировался под одного куратора, а потом зашел в чат чеков или зашел в отзывы и перерегистрировался под другого. Потому что увидел там чек больше или что-то еще. И просили как бы попытаться что-то с этим сделать. Сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя, потому что в чате чеков, в чате отзывов мы как бы строим все так для того, чтобы человек видел, что это пишут реальные люди, что это не мы наняли каких-то людей, а это пишут реальные люди. Такие ситуации, они единичны, но они есть. И человек любой, особенно специалист, который уже развивался в системном бизнесе, который находился, допустим, в другой какой-то компании, успешно работал, он когда заходит, он сильный. И он хочет работать с таким же сильным человеком. Или хотя бы с тем, кто стремится, с тем, кто активно наращивает команду, с тем, кто активно работает с командой. То есть если вы зайдете сейчас, у вас не будет ни одного партнера, вы даже не попытаетесь что-то сделать, чтобы у вас появились эти партнеры, то потом, когда будут заходить люди, которые реально будут искать себе куратора. То есть вы представляете, насколько сильно вообще шумит проект Profitbox в сети? Что за два месяца у нас набралось 20 тысяч регистраций. Чуть больше двух месяцев. На самом деле это просто бешеный прирост. Это очень круто. И этот прирост будет еще x2 после запуска Boombox. И люди, они будут действительно искать себе просто кураторов. Мне даже иногда после вебинаров или просто люди с чата заходят и пишут, типа, пожалуйста, скажите, под кого зарегистрироваться. И каждый человек всегда хочет прийти к тому, кто может его уже чему-то научить. То есть я не говорю, что там только к лидерам будут идти и так далее. Лидеры сами находят себе людей. Лидеры даже фильтруют себе в команду людей. Но если у вас сейчас вот совсем нет команды, начните хотя бы пробовать ее создавать. Вот эта последняя неделя – это самое лучшее время для того, чтобы начать пробовать создавать свою команду. Методом проб, ошибок, отказов. Потом, когда к вам будут присоединяться люди, вы хотя бы будете знать, как их сориентировать. То есть когда к вам присоединится новый человек, он скажет, блин, у меня не получается, мне что-то отказывают. Вы скажете, я проходил через это, и я знаю, как тебе помочь. У меня вот, допустим, действует вот так, вот так, я делаю вот так, вот так. Вы сможете уже человеку что-то рассказать и показать. Вы сможете помочь человеку, который придет к вам в команду. И он также начнет расти. То есть если вы будете сейчас до последнего сидеть и ждать, что как бы люди сами там придут, или я там на пассиве заработаю и так далее, если у вас очень активны кураторы, вы пришли исключительно на пассив, но если вы сейчас находитесь на этом вебинаре, и вы думаете, что вы пришли на пассив, то где-то внутри подсознательно вы уже пришли не на пассив. Потому что те, кто приходят на пассив, они вообще ничего не делают, они даже на вебинары не ходят. А если вы находитесь здесь и до сих пор уже 30 минут смотрите этот вебинар, значит, вам потенциально интересно, как растить свою команду и как же правильно работать. Вот сейчас самое правильное, я не хочу просто вам как бы лить воду, говорить, давайте, включайтесь, давайте поговорим об алгоритме прям действий, что вам сейчас сделать для того, чтобы в эту крайнюю неделю у вас получилось. Во-первых, обязательно посмотрите все уроки школы. В уроках школы вы найдете, как оформить свои социальные сети, как лучше писать людям, как себя преподносить. Вы получите заряд мотивации, чтобы это делать. Когда вы посмотрите школу, обязательно сразу на следующий день или в этот же лучший день приступайте к приглашению. Потому что мотивация вообще, что это такое? Мотивации хватает на 24 часа. То есть если после вот нашего, допустим, вебинара, что я вам сейчас рассказываю, что надо включиться, вы сейчас думаете у себя в голове, да, правда, надо, начну послезавтра. Вы не начнете послезавтра. Мотивация – это такая штука, у которой срок годности 24 часа. В течение 24 часов нужно начинать действовать. Поэтому посмотрите школу, начните делать рассылки, начните включаться в работу. Обязательно оформите свои социальные сети. Если вы боитесь записывать видеоотзыв, то у нас в чате с отзывами и в чате с информацией есть подборки видеоотзывов других участников. Вы можете забрать эти видеоотзывы себе и показывать. Потому что одно дело отзывы, которые у нас идут текстовые, то есть кто-то, кто там совсем неверующий, может сказать, что да, это админы, сами сидят, пишут, им же делать нечего. Они вот сидят, пишут отзывы в чате. А когда вы будете, соответственно, показывать отзывы людей, которых у нас достаточно много, мы каждый день будем делать новое видео для того, чтобы вам было что показывать, то люди будут относиться по-другому. Поэтому обязательно включайтесь в работу. Именно сейчас. Давайте посмотрим, какие еще у нас есть вопросы. Плохо, когда не видишь структуру. Не совсем поняла, к чему это. То есть если я куплю шестой стол, у моего куратора первый стол, кураторские ему идут. Кураторские всегда уходят к куратору, на то они и кураторские. То есть многие люди считали почему-то, что кураторские, раз в моем столе, то все равно идут мне. А нет, кураторские уходят к куратору. Здесь также пишут, очень много вопросов от команды спрашивают, как лучше заходить, по какой стратегии, если без команды человек. У нас есть отдельный вебинар, который проводил Дима, прям по стратегиям. Но самое классическое в матрицах, если вы не хотите смотреть вебинар, но вообще очень советую посмотреть вебинар, вы там более подробно все поймете. Но если человек без команды, всегда этому человеку лучше заходить на стол выше. Потому что в столе выше, соответственно, идет, туда будут приходить люди, которые будут переходить со столов ниже. То есть если вы купили, допустим, шестой стол, смотрите по количеству мест. То есть где меньше всего мест, туда человеку без команды потенциально выгоднее зайти. Потому что когда с других столов будут люди переходить, то их, соответственно, нужно будет куда-то расставлять. Система будет их автоматически расставлять слева направо, сверху вниз. Вот, поэтому чем в столе меньше мест, тем больше вероятность переливов, тем больше вероятность, соответственно, того, что человек без команды будет получать выплаты. Но вообще сейчас, на этой неделе, обязательно включайтесь и ищите команду. И новичков искать так тяжело. Не понимаю, о чем ты не на всех уровнях, плохо, когда не видишь структуру. Не совсем понимаю, к чему эти вопросы. Можете меня расшифровать. После старта у нас видно будет, у нас будет такая же подробность статистика, как в Profitbox. То есть там вы сможете в статистике прям фильтровать, смотреть, сколько мест до закрытия у вас, у вашего клона, у вашей первой линии. Вы сможете смотреть, сколько мест до закрытия. То есть статистика будет абсолютно аналогична с Profit. Там сможете все просматривать. Также будет еще фонарик и будет глаз, с помощью которых тоже сможете ориентироваться. В общем, всю информацию, которую мы можем, мы вам предоставляем. Надеюсь, что будет удобно. Но если что, мы как бы с вами всегда на связи, всегда к вам прислушиваемся и, если что, дополняем. Вот, друзья, если вопросов нет, то будем постепенно заканчивать. Я надеюсь, что этот вебинар был вам полезен, и я искренне надеюсь, что вы включитесь в работу. Не потому, что мне там очень хочется, чтобы на этой неделе зашло много мест, а потому что это для вас в будущем будет хорошим фундаментом. Потому что когда начнут заходить люди после старта, они будут искать кураторов, у которых можно чему-то научиться, которые уже чего-то добились. Они не будут искать тех людей, которые сидели и ждали, пока им что-то где-то перепадет. Каждый человек, который стремится к развитию, ищет такого же человека, потому что вместе всегда идти проще. Становитесь тем человеком, к которому после старта будут проситься в команду. Для того, чтобы это было, включитесь сейчас. Для того, чтобы потом вы могли помогать своим людям, чтобы вы могли им посоветовать, чтобы вы могли их сориентировать. Никак, вы знаете, если просто сидеть, вы даже не будете знать, что у нас есть школа, вы не будете знать, что в этой школе. Это придет новичок к вам. Вот, допустим, вы сейчас ничего не делаете на этой неделе, никак не включаетесь, не работаете, ничего. Вы ждете чудо, что сейчас мы запустимся, к вам начнут там как-то откуда-то приходить в команду люди. Или вы там думаете, что сейчас я там заработаю, запущу рекламу и так далее. И как бы все просто начнут ко мне приходить. А как вы будете работать дальше с этими людьми, если вы сами не прошли их путь? Если вы пришли, и вы не знаете, где взять презентацию, где взять видео, какая вообще есть информация в проекте, что есть там чат с инструкциями, где можно все получить, что есть YouTube-канал, где есть видео. Если вы не в курсе всего этого, если вы сами не умеете приглашать, если вам вот повезло, и к вам люди пришли в команду, а что дальше будет с этими людьми? Если вы сами не научитесь работать с командой, если вы сами не научитесь обрабатывать партнеров, то вам потом нечему будет научить своих партнеров. Они к вам придут, но они не смогут найти новых партнеров. И на этом как бы особо движение команды закончится. Ну, можно клонов, конечно, своих покупать, подставлять, но сетевой – это бизнес, который работает на приглашениях. И для того, чтобы он работал, вам нужно уметь приглашать, и вам нужно ваших личников учить, приглашать. Для того, чтобы вы смогли это делать, вам нужно научиться самостоятельно. Вот кто-то пишет, мне тяжело, я еще не все понимаю. Очень круто, что вы находитесь на вебинарах, что вы сейчас находитесь здесь уже 30 минут. Это уже показатель того, что вы хотите разобраться. И если вы хотите разобраться, вы обязательно разберетесь. Вы пишите себе на листик все вопросы, которые у вас есть. Если вы в чат отправите прям списком вопросы, которые у вас есть, я уверена, что если, допустим, я там даже буду не на связи, вас наши лидеры смогут сориентировать. То есть когда в чат врываются с вопросами, там, ну, как было пару раз с людьми, о том, зачем создан проект и так далее, это одно. А когда вы пишите конструктивные, понятные вопросы, что вам там, допустим, где-то непонятно, как маркетинг работает, где-то еще что-то непонятно. Может быть, вот вы пришли тоже к какому-то куратору, а он не может вам тоже это объяснить. Такое бывает. Чтобы вы не были таким куратором, разбирайтесь сейчас во всем самостоятельно. Никогда не смотрите на то, что, ой, да вот, мне там мой куратор тоже ничего не объяснял, я там тоже ничего не понимала, но сама где-то как-то разобралась. Разберитесь сами основательно для того, чтобы вы могли потом помогать своим людям, чтобы потом о вас, как о кураторе, отзывались положительно и говорили, если бы не этот человек, то у меня бы не получилось. Вы даже не представляете, какой это заряд сил, энергии, когда благодарны тебе другие люди. Когда другие люди говорят, что вот именно благодаря ей я начал зарабатывать, именно благодаря ей я там закрыл какие-то свои финансовые нужды. Стремитесь даже не к тому, чтобы вот сейчас собрать огромную команду, стремитесь к тому, чтобы ваша команда зарабатывала. Если будет зарабатывать ваша команда, то будете зарабатывать и вы. Если ваша команда будет двигаться в высокие стыли, то и вы будете получать щедрые кураторские. У нас вообще все маркетинги, видите, так составлены, чтобы куратору было интересно развитие его личников. То есть думайте о своей команде. И для того, чтобы стать классным куратором, изучите всю информацию, начните приглашать, пройдите вот этот путь самостоятельно, и тогда вы сможете быть крутым куратором, у вас будет классная команда, и благодаря этому вы все будете зарабатывать. Не потому, что как бы вы там, позвольте, больше лет, а потому что ваши люди будут вас дублицировать. Вот проделайте сейчас на предстарте, сейчас на предстарте делайте это действительно x10 проще от того, что будет потом. То есть потом будут приходить люди, но они в основном будут хотеть идти на результат. Сейчас, когда вот неделя предстарта, последняя осталась, это самый большой ажиотаж, на этот ажиотаж любят идти люди. Им это нравится, все всегда хотят успеть залететь в последний вагон. Поэтому сейчас у вас есть возможность подсобрать команду. Поэтому обязательно этой возможностью пользуйтесь. Вебинар для меня это перезарядка, когда смотрю, сразу охота работать и пахать прям. Да, потому что на вебинарах мы стараемся вас мотивировать, но мотивация годная, только 24 часа, так что сразу после вебинаров надо включаться. Куратор объясняет. Куратор объясняет давно в таких проектах, говорит на своем. Вот, старайтесь ее переделать на свой, для того, чтобы вы могли человеку потом объяснить по-простому. Поймите это для себя и составьте так, чтобы вы потом своим людям объясняли это по-простому. Вот, друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо вам большое всем за присутствие. Вы все огромные молодцы. И я уверена, что если сейчас вы не просто так прослушали этот вебинар, а действительно зарядились, то на следующей неделе вы сделаете крутые результаты. Уже с сегодняшнего дня вы можете начинать делать эти крутые результаты. Чтобы к предстарту у вас в команде было, допустим, 10-20 человек. Когда мы запустимся, то к вам придет еще больше людей. Ваши люди начнут приглашать, потому что увидят результаты. И у вас из 20 станет 100. Поэтому обязательно включайте сейчас, не теряйте время. Так, пишу, что еще вопросы есть. Сейчас, секундочку. Очень много... Так, еще. Как быстро могут закрываться столы в бронзе, в сервере, в голде? Друзья, все зависит от команды. Все зависит от того, сколько у вас людей. То есть, если у вас, допустим, большая команда, вот конкретно у вас, Оксана, если у вас большая команда, и, соответственно, люди будут вставать друг под друга, то есть, я думаю, что изучали уже маркетинг. Я надеюсь, что изучали. Там, соответственно, у нас говорится о том, что будут вставать у нас все автоматически слева направо, сверху вниз. Если у вас большая команда, то те, кто автоматически встанут первыми, их будут перекрывать, они будут перекрывать друг друга и так далее. То есть здесь я, не зная, какая у вас команда, не могу вам сказать, насколько это будет быстро. Посмотрите вебинар по стратегиям, я думаю, он вам ответит на многие вопросы. Но всегда, чем больше команды и чем активнее команда, тем быстрее идет движение. Так, в принципе, в жизни всегда. Вот, друзья, надеюсь, что вам было полезно. Все бегите работать. Спасибо вам большое за то, что присутствовали, за то, что услышали. И до новых встреч, удачи вам и пока-пока. Все вопросы, которые, допустим, не успел ответить, можем обсудить с вами еще дополнительно в чате. Все, друзья, всем пока и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok